Одна из Джульетт Паула Раверси – это британская актриса и активистка Эмма Уотсон, я думаю, что очень многим известная. Эмма Уотсон, она не просто талантливая актриса, она действительно много очень сил прикладывает для того, чтобы бороться за права женщин, за гендерное равноправие. И мне кажется, Раверси не случайно ее выбрал Джульеттой, одной из самых ярких, наверное, для его работы, казалось, даже в этом проекте. Такая хрупкая и нежная, а во взгляде огонь и сила. Именно о женщинах, способных на великую любовь и большие поступки, решил рассказать известный итальянский фэшн-фотограф Пауло Раверси. Ему в 2020-м доверили легендарный календарь. Мастер решил создать историю любви, неразрывно связанную с Италией, и назвал ее «В поисках Джульетты». Съемки проходили в Вероне, на родине персонажей трагедии Шекспира, и в Париже, где уже много лет живет Пауло. Работая над календарем Пирелли, фотографы сами выбирают моделей. В объектив Раверси попали не просто актрисы и певицы. Эти женщины меняют мир. Например, первая трансгендерная модель, вышедшая на международный подиум – Инди Амур. Крис Ли – одна из самых известных певиц Китая. Ее благотворительный фонд уже 13 лет помогает людям. Актриса Клэр Фой в 17 лет столкнулась с серьезным заболеванием – опухолью глаза, и смогла справиться с ней. В процессе съемок Пауло Раверси просил своих моделей прочитать небольшой отрывок из монолога Джульетты. Но американская актриса Кристен Стюарт наотрез отказалась, а вместо этого процитировала слова возлюбленного Джульетты, отметив «Я ощущаю себя как Ромео». Календарь Пирелли компания «Производитель шин» начала выпускать в 1964 году. За это время он стал по-настоящему культовым явлением. Его печатают ограниченным тиражом и дарят главным клиентам. В проект приглашают только всемирно известных фотографов. Сняться для Пирелли уже давно значит войти в историю. Каждый выпуск – это уникальный проект со своей идеей и концепцией. Произведение искусства, по которым можно судить о мире и времени, в котором мы живем. Изначально, когда это был первый календарь, это были обнаженные женщины. Когда это было в новинку, когда это взорвало мир. Англию в частности, там снимался первый календарь. Потом это было про темнокожих женщин. Потом про естественных женщин, про женщин без макияжа. И сейчас идет время женщин, которые влияют на мир. В России календарь представляет московский мультимедиа-арт-музей. Оттуда выставку привезли в Иркутск. Нашлась ли Джульетта или так и осталась мечтой? Фотографа, поэта, мужчины всего мира. Каждый ответит сам. По впечатлениям, оставленным этими снимками. Марина Беклемишева, Артур Рощупкин. Новости сейчас.